Вот, и расскажу, что вообще у нас теперь есть сабреддит. reddit.com.r.uopdesign Reddit — это такой форумный движок. Даже, кстати, вот знаешь, есть такое расширение в Appalizer, которое тебе показывает, на каких технологиях сделан сайт, когда ты на него заходишь. Так можно смотреть, типа там используется jQuery на сайте, или что-то такое, и так далее. Да, знаю, так. И ты заходишь на Reddit. И на Reddit, и там именно показывается, что форумный движок Reddit, кстати, благодаря этому я узнал, что старый Reddit, он был open-source-нутый. Ты мог просто установить себе Reddit на SmartApe, вот, и построить свой Reddit с Blackjack, понимаешь? Нихайно. А новый Reddit нет. То есть они деприкейтнули эту штуку, теперь это закрытое хреновина. Но факт остается фактом. Это форум. Вот, это форум со своими подфорумами. Подфорум может быть абсолютно на любую тему, то есть если он не нарушает корневых принципов Reddit-ного, так сказать, сообщества, то, в общем, этому подфоруму может быть рады. От любителей мышек до любителей политики и до людей, которые изучают русский язык. И такие под Reddit есть тоже здесь. Вот. Мы сделали такой же для ее веб-дизайн. Вообще для чего сюда нужно заходить? То есть, как бы, ну, резонный вопрос. Мы в пришоу немножечко это обсудили. Вообще, что здесь делать? Вот. Здесь есть основной раздел. Это лента, так сказать, ну, каких-то новостей, так скажем. Только суть в том, что эти новости выкладываем не только мы, а еще и вы. Вы можете просто взять и с нашим сообществом поделиться какой-то новостью, картинкой, там, ссылкой или просто рассуждением. То есть здесь есть три типа постов. Если я сейчас нажму кнопку Create Post, есть просто пост, есть имидж и видео, то есть, ну, вложение, так скажем. Вот. И линк, то есть ссылка. Вот. Есть два поля. Title, соответственно, и тело. Если это пост, то это тело поста. То есть здесь можно большой длинный пост какой-то написать, статью целую, там, что-то такое. Вот. Если это картинка или видео, можно приложить картинку или видео. Если это ссылка, можно приложить ссылку. Здесь всяко умно ловятся ссылки, там, на YouTube, на Vimeo, там, на Twitter и так далее. То есть там прямо с предпросмотрами, с виджетами и так далее. Reddit достаточно умная и хреновина. Вот. Вы можете чего угодно нам приложить. Вот. В том числе поставить, например, пометочки, типа, OC, это Original Content. Ну, например, вы взяли, нарисовали какую-то картинку, хотите нам ее выложить или там какой-то интерфейс спроектировать. Можете смело ставить Original Content, если это ваш контент. Все увидят, что это, ну, как какое-то ваше личное, так скажем, изобретение, творчество. И просто перейдут с большей вероятностью. То есть такие, о, что-то интересное. Не то, что там это сто пятьсотый перепост из R-Memis или R-Pix. Вот. А это именно, ну, что-то какое-то умное, хреновина. Хотя мы это тоже поддерживаем, сто пятьсотый перепост с R-Memis, на самом деле. Это правда, да. Мы такое тоже любим. Вот. Можно поместить, как спойлер. Ну, это в контексте нашего сабреддита. Это скорее будет шутка какая-то, потому что, ну, обычно так помечают в сабреддите Game of Thrones спойлеры там к новой серии или что-то такое. Ну, и Not Safe for Work. Все понимают, что это значит. Если там какая-нибудь расчлененка или что-нибудь такое, то помечайте так. Хотя расчлененку сюда лучше вообще не выкладывать, но тем не менее. Если это веб-расчлененка какая-нибудь. Вот именно. Если там браузер, представляешь, весь раздетый такой. Вот, да, и такое бывает. Вот. И здесь есть флееры. Флееры – это маленькие значки у постов, которые можно приложить. Вот я здесь показываю нашим зрителям, слушателям. Просто представьте, там коротенькие эмодзи или какие-нибудь слова. Вот. Можно как флеер выбрать. Например, это пост про JS или пост про Vue или пост про React или там пост с тортиком. Ну, тут всякие можно разные есть. Я думаю, по мере того, как наш субредит будет развиваться, количество этих флееров будет стопудово увеличиваться. Я просто так это и вижу. Вот. И да. То есть можно предлагать здесь какую-нибудь хреновину. Это круто. Мы будем… И здесь из-за того, что это форум и сообщество, здесь люди, соответственно, будут вам плюсовать или не плюсовать или что-то еще. То есть, в принципе, это живое комьюнити. Будут комментировать там и так далее. Если вдруг вы хотите услышать мнение по поводу вашей работы, так и напишите. Вам напишут тоже. Мы точно здесь прям живем. Можно тут плюсики-минусики набирать. Это, в общем, даже и прикольно. То есть, такая форумная движуха. Вот. Кроме этого, можно кросспостить к нам сюда в Uweb Design. То есть, если вдруг вы активный реддитор, вы подписаны на много разных субреддитов. Может быть, тематических. Может быть, не очень. Не важно. Мы, в принципе, здесь, в принципе, разному контенту рады. Потому что мы это создаем просто как сообщество. Просто мы здесь с людьми тусим с вами. Подписчики, уважаемые слушатели и зрители. Поэтому, если вы подписаны на условный R-history, и там какой-нибудь прикольный исторический факт про, я не знаю, Германию 30-40-х годов 20-го века. Я бы что-то хотел сказать про танки, но у нас совместилось с тобой. Вот, да. В принципе, можете нажать кнопку кросспост. Я вот сейчас вам продемонстрирую. Опять же, я перехожу на главную реддита. Вот. У меня сразу первый – это Learn JavaScript. Здесь про вложенные циклы. И если вдруг там реально какая-нибудь прикольная статья про вложенные циклы, я жму три точечки. Точнее, нет. Я жму share. Три точки – это не то. Но, кстати, блин, на мобильном приложении и на вебе по-разному. На мобиле по-другому. По-разному. Это конфьюзит немного. Я жму share, жму кросспост. Выбираю, что я кросспостю – это в uWebDesign. И, соответственно, это выкладываю. Кстати, очень многие сообщества у себя запретили кросспосты. А мы не одно из них. То есть, к нам можно кросспостить. Мы, в принципе, как Никита уже сказал, мы рады по 100-500-ому перепосту какого-нибудь мемчика. Почему бы и нет. Главное – заходить, чуваки. Да. Главное – какую-то создать движуху. У нас здесь есть ссылочки всякие. Кстати, если будете смотреть на наше меню, там, где выпадашечки YouTube и Telegram. Reddit не дает возможности их стилизовать. То есть, то, что там такой дерьмовый серый шрифт, неконтрастный – это не наша прихоть. И то, что там скругления такие, которые… Ну, зачем скругления, которые примыкают к нескруглениям, я не понимаю. Но вот здесь так. И ничего с этим сделать нельзя. То есть, это не то, что мы дураки. Это ограничение системы. Кроме этого, когда вы к нам вступили, вы можете себе бедж выбрать около вашего имени. То есть, там другие беджи, там голубки, голубочки. Вот. С каким мы нашу комьюнити ассоциируем с голубочками из-за наших стримов по GTA, где мы очень долго провели много времени с голубями. Вот. Вот вы можете выбрать, с каким голубочком вы себя ассоциируете. В очках, в короне, там с красными глазами или с ирокезом. И в общем и в целом, ну, как бы приобщить себя к какой-то там касте, так скажем. Это тоже, в общем, прикольно. Почему бы и нет. И я думаю, этих значков тоже со временем, может быть, будет больше, больше и больше. Я не знаю. Что-то мы придумаем. Чем больше здесь будут движухи, тем прикольнее. Просто, если вы еще ни разу не пробовали Reddit, по-моему, это тот самый повод попробовать. А если вы уже активный пользователь Reddit, то залетайте к нам, вы уже знаете, как это работает. И давайте вместе сделаем это комьюнити веселым, интересным. И да. Кроме этого, у нас здесь есть чат-комната. Ну, как бы, почему бы и нет. Есть такая фича у Reddit, чаты. Почему бы и нам ее не использовать. Посмотрим. Пока это называется УВД-тест. Вот. Там уже целых шесть человек в этом чате. Посмотрим, куда это и как зайдет. Это, по-моему, прикольно. То есть, вдруг что-нибудь там туда можно написать. И здесь есть календарь в сайтбаре, в котором наши мероприятия предстоящие. Вот, например, одно из предстоящих мероприятий. Это запись 215-го выпуска, которую мы в данный момент записываем. Вот оно здесь горит. Просто, чтобы вы знали и не писали нам в этот момент. Оно здесь есть. Кстати, премьера 214-го выпуска на завтрашний вечер тоже определена. Я надеюсь, если метеорит не упадет на Челябинск, то так и произойдет. Вот. Поэтому, в общем, и в целом, залетайте сюда. Здесь прикольно. Кстати, что касается вообще того, как выглядит лента Reddit, у нее есть три вида. Есть вот этот вид карточек, который у меня сейчас включен. На нем... На самом деле, на нем я теперь... Из-за того, что я только сейчас увидел Reddit на большом экране, я понял, что на нем, в общем, достаточно прикольно смотреть именно в большом разрешении, потому что он делает такую узенькую хреновинку по центру, как ВК, там, как я не знаю. Да, я так делаю. Я всегда так смотрю. Так самое главное, не надо ничего разворачивать. Ну, я не всегда все хочу разворачивать. Просто если я условно уже это все видел тысячу раз, меня через это дольше проскроливать, ну, вот, если я наш сабредит беру, вот, чем если оно было бы чуть-чуть свернуто. Поэтому я обычно смотрю в режиме Classic, который промежуточный. Но когда я это смотрю в большом разрешении, блин, оно растягивается, к сожалению, полностью от края до края. Вот. И это, конечно, лишнее. То есть, если я буду смотреть с большого экрана, я буду тоже смотреть в режиме карточек. Также есть режим Compact. Там вообще даже предпросмотров никаких нет. Там максимально много помещается на странице. И, в общем, наверное, это тоже прикольно. Для каких-нибудь текстовых сабреддитов, вот, может быть, это и самое то. Зато здесь точно видно, какие бэджи у каких постов, видно, кто там постил и так далее и тому подобное. То есть, это все здесь как на ладоньке. И для какой-то такой обзорной информации это удобнее всего. Вот. Сортировка может быть по горяченьким, то есть, по самым, так сказать, лайкаемым, обсуждаемым. По новым, по противоречивым, по топам и по тем, которые набирают популярность. То есть, ну, здесь несколько разных сортировок. Поиграйтесь с ними, посмотрите, какие вам больше понравятся. И еще в тысячный раз вас приглашаю к нам на сабреддит. Мне почему-то кажется, что у этого есть будущее. Что будет какая-то прикольная движуха. И мы с тобой там через год, я не знаю, или через когда-нибудь. Кстати, день рождения нашего сабреддита 2 октября, чтобы ты знал. Надо не забыть, что в следующем году, так сказать, отметить. Вот. Мне кажется, это будет прикольный. Главное отметить. Стопудово, да. В России главное отметить. Есть еще такая фича, как Reddit-награды, но она связана с реальными деньгами. Если есть какие-то у нас люди, которые себе премиум Reddit проплатили, то у них есть каждый месяц пул монеток, которые они могут тратить на награды постов. И если вдруг в нашем сабреддите кто-то будет давать награды за посты, то нам, как сабреддиту, в котором что-то награждается, будут перепадать какие-то тоже проценты от этого. Я не знаю, сколько там, я не помню. Вот. И мы эти общие монетки сообщества, как модераторы с тобой, сможем тратить на награды, которые только в этом сообществе есть. Вот. Ну, короче, тут это прикольная движуха, но это, наверное, не сейчас. Это когда у нас будет много премиум-реддиторов, как кредиторов, тогда мы сможем уже этим воспользоваться. Так что вот, да. Я главную фичу, ты не сказал самую главную фичу нашего Reddit, ты знаешь какую? Ну-ка. Если вы, вот ты, вот сейчас у тебя открыт наш Reddit. Я открыт, открыт. Если ты в шапке наведешь на заголовок его дизайн, то посмотрите, как он по ховеру подсветится. Я часа три, наверное, потратил на то, чтобы подогнать, как это будет выглядеть. У них настолько... Я, честно, у меня ассоциация, знаешь, с NFS-ом андеграундом, когда подсветку неоновую делаешь внизу тачки. Вот прям... Я так и хотел. Я так и хотел, конечно. Заходите обязательно, чуваки. Такое пропускать нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому